Будущее, ну, мне кажется, таким же. Россия будет хорошо жить, я уверена в этом. Через пять лет будет хорошо жить. Я думаю, что должно пройти несколько поколений, прежде чем, возможно, мы приблизимся к тому, что можно назвать лучшей жизнью. Друзья, этой весной я запускаю для вас новый цикл роликов. Он будет про самую важную, самую близкую и самую волнующую страну для каждого россиянина. Ну, конечно, про США. Каждый житель России знает все о проблемах Америки. Они нам завидуют, у нас очень много природных ресурсов. Расчеленить хочется. Страна у нас что-то очень большая, им завидно. Наша пропаганда целыми днями разбирает, как страдают простые американцы. Пока Россия и Китай наводят мосты, американцы потуже затягивают пояса. В стране новые рекорды, рост цен небывалый. И даже президент России за жителей США переживает. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. В новом цикле мы разберем важные темы. Американскую бедность и богатство. Пропаганду и свободу слова. Работу журналистов, взгляда на будущее. И, конечно, противостояние с Россией. Мы сравним, как видят мир в Америке и в России. И выясним, в чем разница. Чтобы это сделать, мы проехались по городам России и Америки. Поговорились со множеством людей. От мэров до пенсионеров. От бездомных до айтишников. Так что скоро вы узнаете, какая она настоящая современная Америка. Из-за санкций россиянам стало сложно вести дела с зарубежными партнерами. Или же просто переводить деньги за границу. Многим банкам из-за санкций теперь недоступны свифт-переводы. Ну, либо же они взимают с клиентов огромную комиссию. Есть вероятность, что отправленный из России платеж где-то зависнет из-за отказа зарубежных банков. И все это мешает нормально вести бизнес. Для этих и других ситуаций, связанных с международными переводами, существует сервис Palm Financial Solutions. Он работает с компаниями из Европы, США, Канады, Азии, страны СНГ. Например, вы хотите купить себе машину в Германии. Вам необходимо оплатить оборудование для вашего бизнеса. Или же просто пришло время перевести деньги за обучение ребенка в Европе. Но вы не можете это сделать со своего счета в России. С Palm Financial Solutions можно оплачивать товары и услуги со счетов международных банков или компаний, а также переводить деньги на ваши личные счета и на счета юридических лиц в более чем 100 странах. А если вы живете в Дубае, вы можете воспользоваться услугами офиса, обменять криптовалюту или перевести деньги. Например, передать наличные в Москве и уже через пару часов забрать их в офисе в Дубае. На протяжении всей сделки с вами будет работать персональный менеджер. Palm Financial Solutions работает с международными переводами уже 10 лет. Как рассказывают в сервисе, среди их партнеров только проверенные компании с чистой историей операций. Подробнее о том, как и какие услуги оказывает Palm Financial Solutions, можно прочитать в их телеграм-канале. А заказать перевод можно на сайте. По промокоду Варламов вы получите скидку 10% на любую первую услугу. Все ссылки ищите в описании к этому видео. Америка – это страна свободы, страна богатства, страна Голливуда и, конечно, страна будущего. Как раз о нем мы сегодня и поговорим. В пятерку лучших городов мира для бизнес-инвестиций входят сразу три города из США. В рейтинге городов будущего США занимает 8 мест из 25. В списке умных городов у Америки 4 места в первой десятке. Ну а в рейтинге лучших городов для стартапов США и вовсе заняли 4 места в первой пятерке. Возглавляет этот список, конечно, залив Сан-Франциско. Там находится Кремниевая долина, а еще там расположен Добрый дом, где живут стартаперы из России. К ним мы и отправились. Меня Миша зовут, я делаю стартап. Хардверный криптовалет. Я приехал посмотреть, что такое Сан-Франциско. Я прочитал в интернете, что Силиконовая долина, тут стартаперы. Приехал посмотреть. И не хочу уезжать теперь. Меня зовут Ульяна. Я прилетела в Америку больше полгода назад. В России я работала в корпорации достаточно долго, около 8 лет. Занималась запусками продуктов. А в Америку я прилетела для того, чтобы попробовать что-то новое. У меня всегда была мечта пожить здесь некоторое время. И, наверное, если бы я этого не попробовала, я бы жалела. Меня зовут Гоша. Я фаундер. Компания называется McKinney. В Сан-Франциско я переехал в январе, в июле прошлого года. Это, на самом деле, моя шестая страна уже, в которой я живу. И причины, по которой я сюда переехал... Мы запустились в январе прошлого года. У нас было всего 5 человек тогда. Сейчас нас уже больше 100. И мы начали активно расти. И просто клиенты были в Америке. Большинство инвесторов были в Америке. И смотреть на людей, которых нам надо было рекрутить. Привет, меня зовут Даша. Фаундер StudyFree. Платформа, которая позволяет людям поступать в зарубежные университеты, учиться там бесплатно. То есть такая огромная миссия позволить студентам из развивающихся стран получить равный доступ к возможностям. К образованию, к стипендиям, грантам, релокации, карьере и так далее. Сделать этот мир немножко более равным. Почему я здесь? Я с февраля, получается, уже... Это уже моя шестая страна. Америка. США. Наверное, я целенаправленно ехал даже не столько в Сан-Франциско, сколько конкретно сюда, в Добрый дом. Потому что хотелось оказаться среди людей, которые тоже заряжены духом предпринимательства. И, наверное, этого не хватает. Привет, меня зовут Андрей. Я основатель компании Mishka.ai. Мы делаем самого умного плюшевого медведя в мире. Шестой изначально приехал в Нью-Йорк больше полугода назад развивать продажи здесь. Мы в России продали больше 20 тысяч медведей. Развивать продажи на американском рынке. Затем попробовал переехать в Сан-Франциско на пару месяцев. И решил здесь остаться. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь будущее, которое создается здесь, в долине. Как люди будут через 10 лет жить? Как они будут потреблять информацию? Кто будет влиять на их выбор? Как изменится наша жизнь, по-твоему, через 10 лет? Это большой вопрос. Ну, первое предсказание такое, что все будет немного похоже, знаешь, на фильм «Вали», где эти ребята ездят на тележках, такие немного разъевшиеся, и все компьютер делает за них, и они очень комфортно себя чувствуют, и у них потерялось всякое желание дальше развиваться, потому что слишком все комфортно. И не то, что прям будет совсем так, но движение в сторону комфорта, да? То есть больше доставки, больше онлайн-коммерции, алгоритм угадывает за тебя, какую еду купить. Нет ли у тебя опасения, что в том числе и крупными IT-корпорациями из долины взращивается такое довольно инфантильное общество, которое делегирует свое право выбора, делегирует ее компаниям, да, то есть ты перестаешь нести ответственность за свои действия, потому что ты ложишься на этот надувной круг, надеваешь очки виртуальной реальности и погружаешься в какой-то дивный мир, где за тебя компании, соцсети начинают решать, что ты будешь на завтрак, во что будут играть твои дети, как вы будете смотреть фильм, с какой женщиной ты будешь общаться и формировать твою ленту, твою новостную повестку, ты все это дело делегируешь. Нет ли опасности, да, что в какой-то момент вот это вот инфантильное общество, оно, утратив возможность принимать решения, оно пропустит какую-нибудь опасность, ну, например, как это сейчас происходит с Россией, с войной, которую там начала Россия, или как-то было, я не знаю, там, с каким-то исламским государством, еще с чем-то, да, где эти законы не работают, и как варвары там разрушили Рим, и что кто-то разрушит этот уютный американский западный прогрессивный мир, который будет очень легко разрушить, потому что все на этих надувных кругах. Я не думаю, что будет инфантильность, я думаю, что люди по-прежнему принимают интересные решения и следят, и заботятся, и хотят там хорошего будущего, но я думаю, что есть жесткий тренд в сторону кратковременности, то есть люди делают в основном то, что дает немедленный результат, то есть ты снял ТикТок, через 10 секунд ты знаешь, что посмотрел 100 человек или 10 человек, тебе дали лайки или нет, есть комментарии или нет, и ты все время ищешь работу или форму деятельности, которая дает немедленный отклик, и в этом смысле, а некоторые вещи, которые там укрепление мира или там развитие государства или там, не знаю, поддержка людей, которые в трудной ситуации находятся, это иногда требует 10, 20, 30, 50 лет, и очень сложно сфокусироваться, ориентироваться и призывать людей, которые могут думать о долгосрочном... В общем, мир очень вознаграждает краткосрочное поведение, и нам нужно как-то сделать какие-то контрмеры, чтобы мы могли заниматься чем-то долгосрочным. Нет ли опасения, что условный Цукерберг будет выбирать следующего президента Америки? Даже если это будет так, я надеюсь, что следующий президент Америки ничего не будет решать. Конечно, приехав в Силиконовую долину, я не мог не посмотреть, в каком окружении живут здешние айтишники. Калифорния один из самых дорогих штатов в Америке, особенно если мы берем Сан-Франциско, долину, где расположены штаб-квартиры ведущих мировых айти-компаний, куда приезжают айтишники со всего мира, айтишники с гигантскими зарплатами. Естественно, все это подогревает рынок недвижимости, рынок услуг, и жить здесь невероятно дорого. Да, здесь нужно прямо много-много бабла, чтобы элементарно выжить. Но есть интересный момент. Вот смотрите, за моей спиной я сейчас в Mountain View. Здесь живут ребята из Google, молодые, красивые Facebook, Google, все, кто работает на эти айти-компании. Красивые домики, прудики, елочки, все хорошо. Но помимо этого за мной, за моей спиной, стоит какой-то старый автодом. Если мы посмотрим дальше по улице, мы увидим, что этих домов очень много. Их много за моей спиной, их много с этой стороны. Вся дорога в этих домах. Что это такое, спросите вы. А это люди живут в этих домах. То есть это не бездомные, но это те, у кого нет денег. Они покупают какой-то старый убитый вот этот вот автодом, который давно уже не на ходу. Кое-как сюда его притаскивают, паркуют. Обычно такие городки можно увидеть вдоль каких-то съездов на эстакады, где бесплатная парковка и где никто не будет тебя гонять. И они здесь становятся примерно как старые баржи вдоль амстердамских каналов. И люди внутри там живут. И такое получается практически бесплатное жилье в одном из самых дорогих мест Соединенных Штатов. Видите, дом все затянуто тряпками, чтобы там солнце не попадало, потому что понятно, что там нет кондиционера. Поэтому днем все, жалюзи, тряпки, какие-то полотенца. Такая вот у них отличительная особенность. Их здесь десятки-десятки стоит только в одном месте. Видите? Да. Это вот такие трейлеры на Вечном Приколе. А здесь эстакада. А вот здесь уже, видите, красота, благоустройство, аккуратные домики для модных айтишников. Вот такой вот контраст и такая вот калифорнийская свобода. Когда у тебя есть деньги, ты живешь в классном доме, ходишь по кофейням, модным ресторанчикам и работаешь в классном офисе. А если денег у тебя нету, ты живешь в палатке на улице. Ну или как вариант, вот в таком вот трейлере. Довольно большое количество этих домов. Есть прямо такие хорошие, но в основном просто всякое списанное старье. И на самом деле здесь, в Кремниевой долине, вот эти вот контрасты, это социальное неравенство, оно особенно хорошо ощущается, когда молодые, богатые, успешные хипстеры на Теслах. С другой стороны, бездомные люди на самом социальном дне, люди наркозависимые. Вообще, то, что касается Калифорнии, то вот приход этих крупных IT-компаний, он не всегда идет на благо району, потому что вслед за офисами, вслед за какими-то рабочими местами, кампусами, которые здесь строят IT-гиганты, начинают расти цены на все. Цены на недвижимость, цены на услуги, на сервисы, закрываются недорогие магазины, на их месте открываются дорогие. И люди, местные жители, которые здесь всегда жили, они становятся недовольны. Здесь периодически даже бывали случаи, когда, например, Google запускал для своих сотрудников в Сан-Франциско автобусы, которые возили их, собственно, из города в долину на работу. И эти автобусы по дороге закидывали камнями недовольные местные жители, которые как раз недовольны были приходом Гугла, из-за которого сильно дорожала их жизнь. Ну а я в окружении этих богатых и успешных людей нашел себе неприятности. Я знаю, друзья, некоторые из вас любят истории неуспеха, истории каких-то провалов, проебов, и она есть у меня. Почему я такой грустный сейчас? Потому что я дурак. Я попал в неприятную ситуацию из-за своей глупости и невнимательности. У меня эвакуировали машину. В Америке довольно замысловатая система уличных парковок. Есть много там разных знаков. И один другого там дополняет. То есть, например, может висеть один знак, где будет написано, что парковка там с 9 утра до 9 вечера. Рядом будет висеть другой знак, где будет написано, что по средам с 5 часов до 5.30 уборка. Рядом может быть еще один знак, который говорит о с 2 часов дня до 3. Здесь только для разгрузки. В общем, бывает висит там несколько знаков. И ваша задача, когда вы паркуетесь, все эти знаки прочитать и определить, в какое время можно парковаться, а в какое время парковаться нельзя. В общем, я не справился вчера с этим квестом, с этим ребусом. И сегодня, когда я думал, ночная парковка бесплатна, сегодня к 9 утра выхожу, чтобы переставить машину. А машины нет. И машину мою в 8 утра, оказывается, эвакуировали. Вот. Поэтому теперь я иду на штрафстоянку и примерно представляю, какой там будет штраф. Я думаю, долларов 300, наверное. Ой-ой-ой-ой. Ну что? Сам дурак. Так, вон штрафстоянка. Эй, ты карточку обронил. Спасибо. Спасибо. Я еще сейчас чуть карту банковскую не потерял. Выпало из кармана. Меня сегодня что-то вообще не видел. Я так понимаю, это местная, здесь у них какая-то полиция, вот здесь звезда. Ну и здесь, судя по всему, эвакуированные машины находятся. Пожелайте мне удачи. Забрал машину 610 долларов. Мне стоила моя глупость. 610 долларов. И это мне еще сделали скидку. Тут, оказывается, есть у них обширная, в Сан-Франциско, эвакуаторщик, когда я там сфотографировал, есть прям такая хорошая система скидок. Так эвакуация стоит 336 долларов и плюс там всякие штрафы и все остальное, то есть получается где-то 660-670 долларов получается. Плюс захоронение, там первые 4 часа бесплатно, дальше они берут 60 долларов в первый день и 72 доллара во второй. Но если вы первый раз попали на эвакуацию, вам 50 долларов скидка. А если вы человек с низким доходом или бездомной, такое бывает, то эвакуация бесплатна. Но штраф все равно придется заплатить. Мне обошлось в 610 долларов забрать свою машину. Все из-за того, что я на полчаса позже пришел и не заметил знак про уборку улиц. Не будьте такими дураками, как я. Будьте внимательными и не попадайтесь. Мне, видимо, лучше ездить на трамваях. Немножко прогуляемся по Сан-Франциско. А Сан-Франциско один из моих любимых городов в мире. Вероятный красный город, холмы, архитектура. Самое главное, общественный транспорт. Обратите внимание, это троллейбус. Да, в Сан-Франциско есть. Потрясающие троллейбусы. Ну, внешне они, конечно, не такие классные, как, например, во Франции. Но лучше, чем ничего. Сами понимаете. Троллейбусы тут есть. Выделенная полоса. Одна из главных достопримечателей Сан-Франциско это историческая линия трамвайная, на которой собраны различные трамвайные вагоны. Старые, которые были собраны со всей страны, со всей Америки. Вот, например, это вагон из Бруклина. Да, раньше в Бруклине был трамвай. Их отреставрировали. И сегодня по этой линии можно прокатиться на исторических вагонах. Это, с одной стороны, туристический аттракцион, с другой стороны, это очень яркая для города сильная история. Потому что общественный транспорт Сан-Франциско это не просто достопримечательность, это местная идентичность, за что люди и свой город и любят. Посмотрите, какой потрясающий трамвайчик. У меня уже выходило много роликов про Сан-Франциско, где я подробно про трамваи рассказывал, так что посмотрите их отдельно. Конечно, видно, что новые автобусы и троллейбусы, они, к сожалению, не такие милые и приятные, как старые трамваи. Несмотря на то, что программы поддержки стартапов есть во многих странах, начинающие бизнесмены все еще стремятся попасть в Кремниевую долину. Во-первых, там расположены офисы многих венчурных фондов, поэтому есть возможность найти инвесторов для реализации своих идей. Во-вторых, в долине находится штаб-квартиры таких известных компаний, как Apple, Google, Uber и других. В-третьих, это большое комьюнити успешных бизнесменов, где можно найти потенциальных партнеров и клиентов. Но сейчас россиянам не так-то просто попасть в США даже туристам, не говоря уже о получении рабочей визы. По данным американского госдепартамента, в прошлом году на 26% запросов о получении визы россияне получили отказы. Чтобы повысить свои шансы на положительный ответ иммиграционной службы, вы можете обратиться в Bay Migration Law. Эта юридическая компания, расположена в Кремниевой долине и помогает стартаперам с переездом и легализацией в США. Специалисты компании разберут вашу ситуацию, определят, какие направления иммиграции вам подходят, подготовят документы для подачи и помогут защитить ваш кейс перед иммиграционной службой США. Если заявку одобрят, у вас будет возможность не только переехать самому, но и перевезти свою семью. А со временем, при выполнении дополнительных условий, вы сможете претендовать на грин-карту. В этом вам тоже поможет команда Bay Migration Law. У Bay Migration Law есть офисы в шести штатах США, в Канаде и Великобритании. Компания имеет более 10 лет опыта успешной работы в иммиграционном праве, помогла сотням предпринимателей и стартаперов выйти на американский рынок и переехать в США. Специалисты компании работают в разных часовых поясах, поэтому всегда на связи. А прямо сейчас вы можете получить скидку 50% на первую консультацию и сэкономить 150 долларов, если укажете промокод Варламом. Оставить заявку и изучить дополнительную информацию можно по ссылочке в описании к этому видео. Вы наверняка знаете, что в Кремниевой долине много русскоговорящих. Вот, например, Сергей Дороничев из страшной экстремистской компании Мета. Ты работаешь в Мета. Все верно. Расскажи, чем вы занимаетесь, то, о чем ты можешь говорить. Я работаю в подразделении, которое называется Meta Reality Labs. То есть, это то подразделение, которое занимается как раз технологиями, которые немножко в будущем. То есть, все, что связано с Metaverse, виртуальной реальностью, дополненной реальностью и так далее. Я Product Manager, то есть, я руковожу продуктом, который относится к подразделению виртуальной реальности. Вот, соответственно, то, когда вы берете шлем, надеваете его на лицо, и первое, что вы видите, вы видите так называемый ваш дом. Это 3D. 3D-десктоп, как было раньше на компьютере у вас есть там просто десктоп. Здесь у вас трехмерная среда, которую вы можете называть домом, которую вы можете обставлять, в которой вы можете, не знаю, расставлять ярлыки для разных программ, запускать какие-то экспириенсы, общаться с друзьями и так далее. Я отвечаю за некоторую часть этого экспириенсы. Пока Цукерберг и компания еще не захватили власть, давайте посмотрим, как выглядит место заседания власти нынешней. Отправимся в настоящий американский Капитолий, правда, не в Вашингтоне. А здесь как-то потеплее, чем в Нью-Йорке. Ну, во-первых, мы проехали на юг, во-вторых, всюду, где мы едем, включается солнце, это естественно. Отчасти мы обогреваем этот мир нашей бешеной энергией, а у Орламова этой энергии столько, что я не понимаю, как ты умудряешься реально каждое утро бегать, каждое утро просто. Вот мне это непонятно, ты больше американец, чем я в этом смысле. Они все, понимаешь, с ума сошли занимаются. Вау, Капитолий, да ладно? Смотри, какой красивый. Мы сейчас находимся в Капитолии, главное здание города, главное здание, получается, столицы Пенсильвании, и что очень необычно для русского человека, что сюда абсолютно свободный доступ, здесь есть дни, когда проходят туру, экскурсии, здесь бывают дни, когда можно попасть на заседание, но даже когда все закрыто, сегодня воскресенье, мы абсолютно беспрепятственно сюда просто зашли, в этот потрясающий холл, ходим здесь, снимаем. Что характерно, нас никто не спросил, что снимаете, а у вас аппаратура профессиональная, а у вас есть разрешение? При том, что аппаратура у нас явно профессиональная, и ни один охранник, ни один полицейский, никто вообще не спросил, и мы себя чувствуем здесь абсолютно свободно, вот это вот такая американская свобода у нас. К тому же совершенно потрясающее место для того, чтобы спрятаться от совершенно пеноменальной жары. А капитолий просто роскошный, по убранству, по богатству может сравниться только с какими-нибудь такими российскими центральными соборами. На самом деле, с точки зрения как раз красоты, это один из самых красивых американских капитолиев, которые я видел. С точки зрения как раз сочетания богатства и изящества, он, пожалуй, для меня сейчас на первом месте, даже по сравнению с легендарным вашингтонским капитолием. Здесь можно подняться по лестнице и, ну, дальше закрыто, потому что сегодня в воскресенье не проводятся экскурсии, но такие вот основные пространства все можно посмотреть. А ты знал, что девиз штата Пенсильвания «Свобода, независимость, добродетель». И с ним спорит другой девиз, говорят, что два девиза могут жить одновременно, Америка начинается здесь. Когда мы говорим о мире будущего и разных технологиях, у многих возникают опасения. Кажется, что всевозможные искусственные интеллекты и нейросети нас поработят, начнут за нас решать, как нам жить и все такое. А еще эти страшные технологии позволят правительству устроить тотальную слежку и цифровой концлагерь. Хотя кому-то такие перспективы даже нравятся. Понимаете, вот есть общество контроля и общество хаоса. Между этими двумя понятиями я выберу общество контроля. Потому что я за комфорт и безопасность. Если мы возьмем пример, например, Сингапура, кстати, один из архитекторов, в которых строил здесь несколько зданий, точнее, участвовал в архитектурном облике, и сам он строил, конечно, то в Сингапуре камера утыкана везде, или в Дубае, например. То есть в Дубае, казалось бы, сотрудников правопорядка не видно. Ну, выбросите окурок, просто выбросите и посмотрите, с какой скоростью вам прилетит 200 евро штрафа. Просто моментально вообще, секундно. И это прекрасно. Ну, вот мы сейчас с вами идем в Иннополисе, и здесь примерно такое же. То есть здесь очень много камер. Это город, где мне очень комфортно и безопасно. Здесь, у меня дочери 11 лет, и она здесь гуляет, ну, мы пока с ней договорились, что до 9, хотя, может, и позже. Сама ходит в школу по секциям, и мне, как отцу, в благом смысле на это вот все равно. Это так прекрасно, когда не нужно думать, как отвезти дочку 11 лет в школу и обратно. В Москве, например, такой благодати не будет и близко. Я должен ее отвезти, я должен ее забрать, потому что я переживаю, что с ней может что-то произойти. Вот. Здесь на расслабоне все хорошо. Пока большей части планеты до тотальной системы слежения еще далеко, зато алгоритмы всяких сервисов и соцсетей уже вовсю делают выбор за нас. Сегодня с каждым днем мы видим то, что те же самые социальные сети, они лишают тебя возможности выбора. Например, если раньше я мог сам формировать свою ленту в Инстаграме или в Фейсбуке, то сегодня Фейсбук лучше меня знает, что мне показывать и что мне читать. И я зачастую лишен даже при желании самостоятельно сформировать там свою ленту. Где-то еще это можно, а где-то уже практически меня там лишают выбора. Также, как меня зачастую лишают выбора при планировании маршрутов, при поиске ресторанов, потому что, когда ты заходишь на тот же самый Google, ты видишь некую картинку, которая составит для тебя алгоритмы на основе твоих предпочтений, потому что они лучше знают, куда тебе надо поехать или где там тебе нужно поужинать. И с каждым годом вот этой возможности для выбора становится все меньше и меньше. Насколько вообще правильно лишать человеку такого выбора и насколько те же самые социальные сети, они лучше действительно знают, что мне нужно? Ну смотри, во-первых, тебе этого выбора никто не лишает. Тебе никто не мешает подписываться на те группы, которые тебе интересны и читать новости, которые тебе нужны и ты считаешь они более правильно. Это первое. Во-вторых, в том же Facebook, я не говорю про какие-то другие платформы, но есть в Facebook возможность отключить подбор контекстной рекламы для тебя. То есть Facebook перестает пользоваться любыми твоими данными и просто тебе выдает рандомную рекламу, так как по телевизору, когда ты просто получаешь всякий трэш, который тебе вообще не нужен. А какой процент людей так сделал? Я не знаю. У вас нет статистики? Я думаю, что они есть, но, во-первых, я их не знаю, во-вторых, наверное, если бы я их знал, я бы не уверен, что я бы их мог рассказать. Ты можешь это сделать, да, то есть если это действительно на тебя тревожит. Другое дело, что большинство людей это устраивает. То есть многим нравится говорить об этом, что как это плохо, что какие-то компании за меня что-то пытаются предугадывать. Но, с другой стороны, они с удовольствием потом кликают на эту контекстную рекламу, которая им показывает ровно то, что они хотят купить. Еще говорят, что большие IT-компании, как Google или Amazon, могут заменить собой государство. Если мы, опять же, говорим про будущее 10 лет, если сегодня мы видим какие-то войны за территории, войны за ресурсы или еще за что-то, некоторые ребята переживают что это однополярный мир, двуполярный мир, сейчас мы будем что-то делать. Не окажется ли с уходом во все ваши виртуальные реальности и с нарастающей силой социальной сети, не окажется ли мир опять поделен между, например, Китаем и США в плане подключения к соцсетям? Я думаю, что это скорее будет раздел, он уже происходит не между странами на самом деле, это может быть раздел как раз между больше компаниями и такими, как Facebook, Google, WeChat и так далее, Alibaba. То есть этот раздел определенным образом происходит. И каждая из этих компаний, Apple, они создают свой собственный бабл, свой собственный прекрасный мир, из которого люди начинают чувствовать максимально некомфортно, выходя из него. То есть, я не знаю, вот у тебя что, у тебя айфон? Да. У тебя айфон, у тебя скорее всего ты пользуешься и Apple TV, и Apple колонками, и Apple наушниками, и макбуком и так далее. И что, если тебе сейчас я подарю очень классные Android часы? Это разрушит вообще всю твою жизнь, да? То есть, зачем они тебе нужны? Даже если они будут в 10 раз лучше твоего Apple Watch, ты не захочешь выходить из своего прекрасного этого... Мне будет просто неудобно. ...яблочного мира, да, потому что ты уже сделал свой выбор. Я вижу то, что в будущем люди больше будут разделяться по каким-то своим интересам и экосистемам, нежели чем по странам и воевать из-за ресурсов и выяснять какие-то территориальные вопросы. Но что бы ни случилось в реальности, у нас будут еще и метавселенные. Мне очень интересно будет услышать твое мнение, что такое метаверс, потому что даже люди, которые этим занимаются здесь, скажем так, два человека, пять мнений в том, что такое метаверс. Хорошо, ну давай ты расскажи, что такое. Смотрите, есть... Чтобы ты не выглядел сейчас дураком. Да-да-да, ты не будешь выглядеть дураком, потому что, опять-таки, нет единого мнения, что это такое. То есть разные люди понимают под этим разные вещи. Сам термин, скажем так, широко стал известен, появился там в 92-м году, когда вышла книжка Нила Стивенсона, она называлась Snow Crash. Я не знаю, как она по-русски называется. В общем, там как раз была идея того, что многие сейчас воспринимают как метаверс, то есть какой-то созданный параллельный мир, электронный, где люди живут, у них там, не знаю, полноценной жизнью, как первому игроку приготовиться, например, да, кино. Это один концепт метаверса, который тоже многие люди, которые занимаются сейчас там и виртуальной реальностью, там и веб 3.0 и так далее, который вполне себе поддерживается. То есть, да, это должен быть какой-то параллельно существующий, постоянный мир со своей экономикой, где невозможно ничего откатить назад, что вот он стабильный, движется вместе в ногу со временем в одном направлении, и люди там могут, не знаю, проводить какое-то количество времени. При этом совсем не обязательно он будет в виртуальной реальности или просто на экранах мониторов. И можно уже привести миллион примеров того, что такое уже создано, не знаю, World of Warcraft, Roblox, Minecraft. Вот вам, пожалуйста, примеры того, что могло бы быть метаверсом. Второе такое популярное определение, которого я больше придерживаюсь, что метаверс это скорее концепт того, как мы будем взаимодействовать с цифровой информацией в будущем. Скажем так, это следующий эволюционный виток развития интернета. У нас был там, сначала у нас были интерфейсы текстовые, да, был MS-DOS, мы писали тексты, потом были 2D-интерфейсы, как Windows, мы работали мышкой, появились мобильный интернет, тачскрины и так далее. Сейчас приходит к тому, что, вау, технологии нам позволяют не просто трогать что-то на экране, но нам позволяют визуализировать цифровой этот мир прекрасный в трехмерном пространстве вокруг нас. И неважно, это будет сейчас, когда полная реальность, то есть мы видим друг друга и здесь есть дополнительный какой-то цифровой, там, не знаю, объект, или там, что-то там, герой, какой-то пользователь, еще что-то, или аватар другого человека, который удаленно подсоединяется, или же это полностью иммерсивные, такие погруженные миры, куда ты телепортируешься в какую-нибудь другую галактику и там, не знаю, проживаешь какую-то часть своей жизни или играешь в игры и так далее. То, что сейчас многие понимают под метаверсом, это тот концепт взаимодействия с информацией, который будет у нас. То есть вместо того, чтобы смотреть на интернет снаружи, ты будешь находиться внутри. Но одно обнадеживает, что в будущем, скорее всего, будет консервативная, прекрасная Россия за забором, где не будет ни Фейсбука, ни Инстаграма, ни Гугла, где люди будут по старинке на санях дрова заготавливать к зиме. Ну а мы вместо заготовки дров пока отправимся на пляж. Кто-то там на фоне весело забывает, мы в районе Венес, это Венес-Бич. Собственно, назван в честь Венеции, как вы можете догадаться из названия. 100 лет назад его основали, начали развивать и пытались сделать Венецию. Здесь даже кое-где сохранились здания в стиле итальянского возрождения, но найти их непросто, потому что мы вышли на табережную, и теперь спрашивает Илья, почему такие непонятные халупы здесь стоят. Если честно, я тоже не понимаю, потому что место шикарное, и, казалось бы, здесь должно быть какое-то дорогое, классное жилье и какая-то суперсовременная или, наоборот, историческая, но дорогая недвижимость. Большинство домов выглядят так, что их можно снести прямо сейчас и жалко не будет. Но по какой-то причине не сносит. В общем, здесь своя атмосфера. Но самое главное, конечно же, и здесь, и вообще в Санта-Монике, это роскошные пляжи. Ширина этого пляжа, наверное, метров 200-300, песочек, солнышко, идеальная чистота. Пальмы. Люди бегают, занимаются спортом, гуляют. Попадают какие-то невероятно интересные персонажи. Например, прямо сейчас, Кир, едут ребята на... Я не знаю, как это называется. Вот так вот. И круглосуточно здесь такая вот интересная движуха. Так что пойдем погуляем и попробуем найти здесь что-то интересное. с длинным Да, мы здесь идем, я говорю, Кир, действительно непонятно, почему здесь какие-то халупы стоят? То есть ты ожидаешь здесь увидеть, действительно, роскошные дома, здесь стоят халупы, какие-то парковки, черт знает что. Кир говорит, смотри, красиво. И я думаю, что красиво, вот это красиво, эти пальмы. И потом я думаю, почему Киру это могло понравиться? И вспомнил, наверняка у каждого из нас был в детстве такой костюмчик с подобным принтом. У кого-то даже нечто подобное могло быть на постельном белье. У меня точно была такая рубашка, такие шортики, когда я был маленьким. И, возможно, какая-то детская травма, детские приятные воспоминания, которые вызывают теплоту и отклик в душе. Но, по сути, это, конечно, говно, а не искусство. Ну и, кстати, цены на парковки на пляже. Здесь есть несколько организованных парковок, стоят 18 долларов. Если проехать дальше, то можно идти за 10, но в целом где-то 18-20 долларов стоит, возможно, здесь припарковаться. Отдельного упоминания, конечно, заслуживают проезды, ведущие к пляжу. Здесь всё как мы любим. И человек, русский человек, он мысленно здесь атмосферно переносится куда-нибудь на Черноморское побережье. Потому что, если ты хочешь выйти к пляжу, ты должен пройти через какие-то парковки, урны. Непонятный такой полусочинский самострой. Не самое приятное зрелище. Опять же, для меня загадка, как это здесь происходит. Давайте посмотрим, может, в городе с благоустройством дела обстоят получше. Лос-Анджелес очень интересный город. Большинство людей здесь живет на холмах, многие из них живут в роскошных домах. Все вы наверняка знаете там и Беверли-Хиллз, Голливуд, в общем, здесь есть красивая жизнь. Но рядом с этой красивой жизнью есть нищета, бедность, грязь, огромное количество бездомных. В этом плане, конечно, этот разрыв между самым социальным дном и, наоборот, какой-то вершиной, он просто огромный. Не знаю, в каком еще месте Америки или мира есть еще такое расслоение, такой контраст. Ты буквально здесь можешь ехать к своей вилле за миллионы, десятки миллионов долларов. И ехать ты будешь через палаточные лагеря с бездомными, с наркоманами, с людьми, которые опустились на самое дно. Мы сейчас находимся в центре. Центр, в отличие от того, как принято в России, в России, чем ближе к центру, тем дороже недвижимость, тем лучше дома, и вообще, как бы, жить в центре, это круто. Здесь в центре работают, но не живут, потому что жизнь здесь, она не очень хороша. Во-первых, тут нету особнячков, поэтому жить придется в квартире. Во-вторых, здесь проблемы с преступностью, проблемы с наркоманами, с бездомными, с мусором. Поэтому, к сожалению, центр не такой приятный, как в наших городах. Вот за моей спиной здание, которое очень по-американски выглядит в плане архитектуры. И оно, можно проводя аналогию, сказать, что оно очень похоже на общественное устройство. То есть есть первый этаж, который невероятно богатый, помпезный, красивый, с таким декором, с высокими потолками. И потом мы видим просто совершенно такое примитивное, кирпичное, какие-то клетушки, окошки и все остальное. По такому принципу устроены многие американские небоскребы, жилые дома и так далее. Когда вы заходите в фойе, в лобби, вы увидите невероятную роскошь. Если мы посмотрим на вот эти небоскребы 30-х, 40-х, 50-х годов, вот это вот, на все это арт-деко. Мы внизу видим просто фантастическую роскошь, какие-то гигантские двери, витражи, я не знаю, скульптуры, декор. В общем, все супербогато. Мы заходим там, вау, в какой-то храм заходим. А потом поднимаемся дальше, в этом, например, офисном здании или гостинице, поднимаемся наверх. И мы оказываемся в каких-то тесных клетушках, без какого-либо декора и такой просто невероятный контраст. Потому что важно произвести впечатление, важно показать вот то, что ты можешь, важно такое, чтобы ты когда вошел, было вау. А то, что будет наверху, уже не так важно. Так и здесь в обществе, люди стремятся произвести впечатление, люди стремятся всех там поразить, но на самом деле все может быть не так красиво и не так сказочно, как кажется на первый взгляд. Ну что, продолжим искать минусы в этой ужасной Америке. Поговорим об общественном транспорте Лос-Анджелеса. Население Лос-Анджелеса сопоставимо с Москвой, но площадь города в разы больше, потому что в основном это одно-двухэтажные здания, которые раскиданы на многочисленных холмах. И Лос-Анджелес славится своими пробками. Любой человек, который сюда приезжает, он вдруг осознает, какой кошмар здесь творится на дороге. Да, ребята, хуже, чем в Москве. Ну, по крайней мере, по ощущениям. Все дороги стоят днем, ночью, эстакады забиты и короткая поездка, там буквально несколько километров, может затянуться там на полчаса на час. Почему так вышло? Все потому, что в городе нет общественного транспорта и по городу не принято ходить пешком. Да, если у вас здесь нет автомобиля, вы просто не выживете. Это большая проблема Лос-Анджелеса. Как же так получилось? В начале прошлого века, кстати, Лос-Анджелес мог похвастаться одной из крупнейших в мире трамвайных сетей. Здесь было трамваев много, как и во многих других американских городах. Вообще очень интересен рассвет американского трамвая. Произошел он, как и везде в мире, в конце 19 века, когда ребята начали строить трамвайные пути и заодно проводить электричество. Эти две истории совпали. И в Америке история строительства трамвая это еще и история про зарабатывание баблишка. Почему? Потому что трамвай был электрический. И, соответственно, компания, которая строила трамвайную линию, она еще и проводила электричество. После того, как в тот или иной район приходил трамвай, цены на недвижимость там росли. Например, то же самое, что сегодня происходит в Москве. Когда в ваш район приходит станция метро, цены на квартиры в полтора-два раза поднимаются. В Америке сто лет назад происходило все примерно то же самое. В разы взлетали цены на недвижимость. Компании, которые проводили трамвай, они знали о своих планах. Они знали, куда они трамвайные линии поведут. И они заранее покупали там землю. Часто сами города выдавали землю на очень выгодных условиях. Они строили там недвижимость и зарабатывали потом на сдаче на перепродаже недвижимости. То есть сам по себе трамвай это был для них не главный актив, не главный бизнес. И зачастую даже эти трамвайные ветки, они были убыточными. Потому что, еще раз, вся история была про рост цен на недвижимость, рост цен на землю. После того, как в тот или иной район приходил нормальный общественный транспорт. И, собственно, так продолжалось до 20-х, до 30-х годов. Когда все земли уже были заняты, вся недвижимость уже была по несколько раз перепродана. И трамвай потихонечку начал приходить в упадок. Параллельно с этим люди начали пересаживаться на автомобиль. Начинаются автомобильные бумы. И люди тогда, в 30-е годы, думают, что все, трамвай уже не нужен. Автомобильные гиганты того времени, там General Motors и другие, они начинают бороться с общественным транспортом. Потому что им было нужно пересаживать людей на автомобиль. А как пересаживать людей на автомобиль? Нужно угробить общественный транспорт. Да, ходили слухи даже, что автопроизводители, нефтяные магнаты, они даже выкупали трамвайные ветки, выкупали сами трамваи, сдавали их на свалку. То есть сами разрушали трамвайные ветки, чтобы продавать больше бензина, чтобы продавать больше автомобилей, так сказать, формировали под себя рынок. В итоге последний трамвай исчез с улиц Лос-Анджелеса в 1963 году. И город погрузился в автомобильный хаос, в автомобильный кошмар. Здесь начали строить дороги, новые районы делались исключительно под автомобиль. То есть вы не могли там гулять, не было тротуаров, а расстояния были такие, что пройти их на жаре было практически невозможно. В городе начали появляться эстакады, эстакады были все больше и больше. И до сих пор в Лос-Анджелесе мы можем увидеть эстакады, широченные магистрали по 10 полос в каждую сторону, которые наглухо встают каждый день в многокилометровых пробках. Такая вот незавидная судьба у города. То есть автомобильные гиганты, нефтяные магнаты, они просто угробили весь общественный транспорт в таком большом городе. И к началу 21 века Лос-Анджелес подошел в кризисе. Здесь были ужасные пробки, соответственно, ужасная экология. По городу было невозможно передвигаться. И город тогда вот в 90-е годы, в конце 80-х, осознал ошибку и начал возрождать общественный транспорт. Сегодня здесь есть так называемое метро. Метро здесь состоит из нескольких частей. Есть метро классическое, подземное, все как в Москве. Есть метро, которое они называют вот тоже метро. На самом деле это трамвай, легкое метро. По сути это просто скоростной трамвай, едет по выделенным линиям. Там по два, по три вагончика, все замечательно. А есть еще автобус, называется тоже метробаз, который они называют метро на шинах. Хотя по сути это просто автобус, который тоже идет по выделенным линиям. А здесь еще около станции есть метробайкс. Это велосипеды, где примерно за 2 доллара за полчаса вы на этом велосипеде можете еще как-то покататься. В общем, начали они развивать общественный транспорт. Сегодня здесь есть какое-то количество веток, но до сих пор общественным транспортом в Лос-Анджелесе и пользоваться крайне неудобно. Если мы спустимся в метро, то мы увидим, что на метро катаются в основном либо туристы, либо малоимущие. А так большинство людей до сих пор предпочитает передвигаться на автомобиле. Если мы и увидим пешехода в Лос-Анджелесе, то это где-нибудь, я не знаю, либо в Санта-Монике, либо в Даунтауне ходят какие-нибудь туристы, ну или местные жители на каких-то вот таких вот небольших оазисах. Ну из одного района в другой. Только такси, только автомобиль. Ну или если повезет, вдруг можно, конечно, доехать на трамвае, но сеть настолько убогая, настолько неразвитая, что общественный транспорт оставляет желать лучшего. И здесь, конечно, можно провести параллели с нашими городами, потому что то, что мы вот этот трамвайный транспортный погром середины прошлого века наблюдали в том же самом Лос-Анджелесе и других американских городах, сегодня мы его наблюдаем во многих городах российских. То же самое, да, если раньше какой-нибудь там General Motors в сговоре с нефтяными корпорациями выкупал там эти пришедшие в упадок трамвайные ветки и все это пускал на свалки эти трамваи, чтобы люди покупали машины, сегодня многие мэры также сознательно уничтожают трамваи, уничтожают троллейбусы, чтобы люди, например, пересаживали на те же самые маршрутки, которые принадлежат частникам и генерируют огромное количество там кэша. Да, российские города, где остались трамвайные системы, где остались троллейбусные системы, вместо того, чтобы их реконструировать, развивать и учитывать ошибки других городов, они наступают на те грабли, на которые Лос-Анджелес наступил в середине прошлого века. Бесконечно грустно, но, видимо, нам придется набить все те же шишки, чтобы потом, лет через 50, осознать, что без нормального общественного транспорта невозможен комфортный и удобный город. Но вернемся к теме будущего. Конечно, будущее — это не только стартапы и новые технологии, это еще и новые молодые люди, а для них крайне важен уровень образования. С этим в США все в порядке. В рейтинге лучших университетов мира от Times американские заведения занимают 7 мест в первой десятке. Я, на самом деле, одно время довольно много посещал различных университетов. Я был и в Чикагском, и в MIT, я был и в Бостоне, и в Калифорнии в различных университетах. Американское образование, особенно высшее образование, это просто совершенно отдельная тема, которую, когда начинаешь с него копаться, у тебя становится просто круглые глаза от того, насколько здесь все отличается от, например, российской системы образования. То есть, например, чтобы в какую-то хорошую школу, в хороший университет отдать ребенка, родители начинают думать об этом, когда ребенок там родился. И очень часто родители, если они учили сами в хорошем университете, то они хотят в этот же университет отдать своего ребенка, они с первого дня начинают делать туда взносы, отчисления. Конечно, любой американский университет присылает тебе постоянно какие-нибудь счета. Не хотите ли вы сделать там какой-нибудь донатик дорогой выпускник, и дорогой выпускник понимает, что он инвестирует уже в будущее своего ребенка, присылая донаты. И некоторые донаты, они там считаются какими-то миллионами-миллионами долларов. В американских университетах иногда настолько гигантские бюджеты, что я, по-моему, сравнивал у Стэнфорда бюджет, и он, по-моему, был... У одного только американского вуза весь бюджет был чуть ли не как весь бюджет на образование в России. То есть там где-то вроде бешеные деньги. Но это бюджеты городов. Да-да-да. Причем не только российских. Да, это просто огромные деньги. Но помимо того, что... Поскольку большая конкуренция, помимо того, что ты начинаешь платить за образование своего ребенка задолго, только ребенок не начинает учиться, что, опять же, нашему человеку это немыслимо, да, такое поведение. Ты начинаешь... Еще некоторые родители, которые особенно хотят, что он попал в какой-то определенный университет и не всегда имел, имеет, наверное, какие-то возможности финансовые, они начинают делать своему ребенку биографию под этот университет. То есть здесь зачастую важно, в каких активностях принимал участие ребенок. То есть в момент твоих там знаний и всего остального важно, где ты волонтерствовал, каким там был скаутом, кому там ты где-то помогал, какие-то делали проекты в своей жизни. Это тоже может отразиться на возможность поступления. Я рассказал про деньги. У вас может сложиться впечатление, что если ты на протяжении там 18 лет, там 20 лет не башляешь с какого-нибудь университету, не помогаешь ему, не донатишь, то потом твой ребенка туда не возьмут. Это не так. Например, у меня есть несколько приятелей, американцев, но в частности есть товарищ из России, из Новосибирска, у которого сразу две дочери, и обе поступили в американский университет. Причем одна из них осознанно лет с 15 искала университет, который ей больше нравится, выбирала исключительно среди колледжа Лики Плюща, ну то есть самых таких продвинутых, респектабельных американских университетов, и ее приняли бесплатно совершенно, она учится уже сейчас, третий год в Ейли, в том самом Ейли, одним из лучших американских. Где учился Навальный. Да, где учился в том... Ну, Навальный там учился не все время, да, но... Семестр? Чего приводить пример, дочка Навального, она в Стэнфорд поступила. Совершенно верно, тоже самостоятельно. Я понимаю, что просто тут могут начаться всякие слухи, спекуляции, что ну это потому, что дочка Навального, на самом деле это не работает, все предельно жестко, и... И этому есть вполне логичное объяснение. Университеты здесь, они помимо своего бабла, они переживают еще и за уровень своих учеников, потому что если ты будешь просто брать, например, только деньги, и у тебя будут поступать учиться не пойми кто, и у тебя средний балл, средние оценки, научные работы, которые у тебя в университете происходят, у тебя начнет падать этот уровень, то завтра ты просто будешь никому не нужен. Просто завтра твой университет потеряет репутацию, и обучение там больше не будет стоить денег. А здесь это очень важно. Поэтому любой вуз, он конечно балансирует на то, что и ты должен с одной стороны привлекать себе талантливых людей со всего мира, именно поэтому есть действительно случаи, когда люди там из России, откуда угодно, поступают в очень крутые американские вузы совершенно спокойно, еще даже иногда получают стипендии, потому что вузы заинтересованы, чтобы у тебя были талантливые, умные ребята там учились. И с другой стороны, они конечно, это тот, кто башляет деньги, у кого родители жертвуют миллионы-миллионы, у них есть его преимущество. Безусловно, у них есть преимущество, но еще и преимущество, основное на том, что понятно, что родители раз не жалили денег на этот колюс, они точно не жалили денег на образование своих детей. Да, это тоже связано. Готовка по всем абсолютно направлениям. Чтобы посмотреть на американское образование вблизи, мы приехали в один из самых знаменитых университетов мира — Йель. Мы приехали в Йельский университет, основан он был в 1701 году, то есть ему более 300 лет, и этот университет входит в так называемую «большую тройку» наравне с Гарвардским и Принстонским университетом. Посмотрим сейчас, как учатся студенты, ну и конечно посмотрим на урбанистику, на инфраструктуру, потому что я уже вижу много всего интересного. Некоторые кирпичи в этом здании, они брендированы, написано «Ель», а кое-где даже есть какие-то смайлики. Здесь у нас все богато, и змеи. Если мы с тобой так станем, то получится, что ты вот эта змея, а я вот эта змея. Серрариум единомышленник. Серпентариум. Серрариум. Эдуард Михайлович Сагалаев давным-давно изобрел выражение для телевидения, ну и для Ютуба тоже. Серрариум единомышленник. Вот мы с тобой два экземпляра этого террариума. Хорошо. Ну, змеи, по-моему, в серпентарии живут, нет? Серпентариум. А террариум, где живут не только змеи. Да, но мы же все-таки про змей. Хорошо. Язычки. Посмотри, у змеи есть язычки, и они этими язычками целуются. Так, это не про нас. В университете, конечно, нужно общаться со студентами. Меня зовут Аня, я на втором курсе в колледже, и я сейчас учу международные отношения. Ты откуда? Из Украины, Днепропетровская область. Маленький город. Я Кирилл, я тоже на втором курсе. Мой мейджор – это экономика, и я из Москвы. Ты из Москвы. Расскажите, как вы с вами поступили, сколько стоит здесь учиться? Ну, я поступала, я на самом деле до этого училась три года в частной школе в Коннектикуте. И потом я уже из нее поступала сюда. Поступала я непосредственно из Украины. У нас есть программа, которая помогает студентам, Ukraine Global Scholars называется. И учиться вообще, по-моему, в год сейчас подняли оплату. 80 тысяч, да, или 85. Ну, я на полной стипендии, поэтому… Что значит на полной стипендии? На полной стипендии – это, ну, вот именно то, что в Еле подразумевается полная стипендия. То есть нам покрывают обучение, жилье, еду. И еще дают какую-то, ну, минимальную сумму на то, чтобы покрыть учебники. Для международных студентов еще дают на билеты. Ну, то есть там не прям много, но в целом хватает. Ты тоже бесплатно? Да, ну, я, да, почти на полной стипендии. Я поступал из… Я до этого учился в Москве в школе Летова. У нас есть там такая программа международный бакалавриат IB. Она длится два года. Это как альтернатива российской программе. Я вот закончил ее и своими баллами уже поступил сюда. Подожди, то есть я правильно понимаю вас, что если ты хорошо, сдаешь там тесты, экзамены и все остальное, ты можешь в Еле учиться фактически даже не то, чтобы бесплатно. Тебе будут еще сверху давать бабло на жилье, на билеты. Да. То есть это просто надо быть умным? Да. Тут действует такая система. Одна из вещей. Это все просто. Ребята, секрет успеха. Нужно просто быть умным. Вообще в Еле есть такая система, нет-бейст. Нет, нет-блайн. Да, нет-блайн. Да, они дают стипендии вообще всем студентам. То есть они считают, что если ты поступил в Ель, то мы тебе точно дадим стипендию, потому что ты этого заслуживаешь. В других университетах в США такого нет. Похоже, есть еще в Гарварде, в Принстоне, в Эмхерст и в MIT. В остальных университетах Америки нужно как раз этот scholarship, этот грант получать на основе каких-то заслуг, олимпиад, не знаю, спорта. Еле такого нет. Кто платит тогда 80 тысяч в год? Люди, которые могут себе это позволить. А подожди, если ты хочешь платить деньги, ты платишь, а если не хочешь, то тебе просто есть стипендия и ты не плачешь? Нет. Там получается вот need-blind система, она подразумевает то, что твою заявку именно с ССС, с академическими достижениями, то есть полностью заявку в университет, ее рассматривают отдельно, а заявку финансовую форму ее рассматривают отдельно. А в остальных вузах их рассматривают просто вместе и смотрят, готовы ли они, настолько ли студент хорош условно, настолько ли он им нужен, чтобы они за него платили какую-то сумму, которая ему нужна. А тут просто они смотрят на финансовые документы, то есть мы отправляли зарплаты наших родителей, финансовые формы, сколько недвижимости, по-моему, что-то такое. И на основе этого они просто смотрели, сколько денег нам нужно, чтобы учиться, да. А, окей. Слушай, очень интересно, потому что складывается, иногда складываются ощущения, да, в России кто-то не очень понимает, как вообще устроена американская система образования, особенно высшего образования, что, ну, конечно, просто так сюда не попадешь, а если ты сюда и попал, то это значит, не знаю, там, газдеп готовит какого-нибудь агента. Ну, например, из тебя вполне возможно, из тебя не очень понятно для чего, но... Здесь же Навальный, да, учился и... Да, он учился на World Fellows, это, да, как... год, я не помню, или два они принимают. Да, это полгода или годовая программа. Да, но когда у него, например, дочка Алексея Навального поступила в Стэнфорд, то в России все сразу начали говорить, ну, понятно, конечно, невозможно поступить бесплатно, то есть это стоит либо огромных денег, и должны быть деньги, значит, ну, Навальный либо тогда, получается, ворюга, раз где-то он столько денег добыл, что дочка его учится в Стэнфорте, ну, либо второй вариант, что американцы, конечно же, раз они бесплатно из России девушку позвали учиться, значит, не просто все так, и будут сейчас себе промывать мозги, готовить нового агента влияния, и, опять же, только это потому, что она Навальная. Твой комментарий по этому поводу. Да, у меня есть небольшой комментарий про Газдеп, потому что у Еля, по-моему, третий в мире по размерам независимый фонд, сейчас он составляет 45 миллиардов долларов, ну, сам эндаумент, и как раз процентов, как раз оплачивают вообще функционирование университета, и поэтому там вообще никаких денег Газдепа нет. Интересный момент, расскажите, после 24 февраля, после начала войны, изменилось ли здесь как-то отношение, например, к тому, что ты из России, сталкивался ты с какими-то вот вопросами, может быть, какой-то дискриминацией? Никакой дискриминации не было, у меня было достаточно много друзей, которые подходили, спрашивали, пытались поддержать, говорили, что могут дать денег в долг, просто какие-то высказывали слова поддержки, кому-то было просто интересно, что вообще происходит, вот, но никакой дискриминации нет. Есть определенный интерес у людей, потому что это все-таки для многих достаточно далеко. Что ты скажешь, как изменилась твоя жизнь, поскольку, ну, если я тоже все знаю, что ты с Украины? Да. Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля? Нет, моя жизнь изменилась в целом сильно, ну, просто потому что у меня семья в Украине. В плане именно отношения на кампусе, ну, Ель, на самом деле, очень сильно старался поддерживать студентов с Украины, ну, из России тоже, из России у нас, по-моему, меньше студентов, по крайней мере, сейчас. Из Украины, да, нам тоже нам предлагали финансовую помощь, нам предлагали какую-то психологическую, если она кому-то была нужна. В плане ресурсов, в плане поддержки, помощи на кампусе, в целом это все предоставляли, нужно было только просить. Это Олег, который родился в Владивостоке, учился в Москве, планировал стать профессиональным музыкантом, в итоге занимается, чем занимаешься еще раз, потому что я не могу это сформулировать. Экономика, финансы, блокчейн, в общем, все в этой отрасли, да. Как ты здесь оказался? Так же, как и все, поступил. Я, как уже говорил, профессионально хотел заниматься музыкой, но в какой-то момент понял, что недостаточно в музыке для моих амбиций, слишком низкий потолок, и что хочется чего-то большего. То есть пол Маккартни это недостаточно? Пол Маккартни это низко. Ну, не в классической музыке, я все-таки был не в роке, не в какой-то эстраде, а именно классика там. Ну, максимум, что ты можешь делать, это выступать в качестве солиста в каком-то известном оркестре, что, ну, тоже было на самом деле маловато. Угу. Я совершенно случайно просто понял, что хочу в своей жизни что-то менять. Поступил вот, тогда в Москве только-только открывалась новая школа летнего, пошел буквально в никуда, не зная еще, что там будет. И как-то так сложилось, что связал свою жизнь с экономикой, потом пошел на программу международного бакалавриата, понял, что хочу поступать за границу. Ну, и вот, получается, позапрошлому же году получил оффер от Еля. Подожди. Как ты получил за ней? Как ты работал вообще? Да, то есть ты сдал экзамены и отправил сюда там по почте результаты своих экзаменов или как? На самом деле даже не отправлял экзамены, она работает немного по-другому. То есть я сдавал один экзамен, который сдают все американцы, называется SAT. Это как аналог нашего российского ЕГЭ. Ты сдаешь математику, сдаешь какое-то знание языка, то есть навыки reading skills, writing skills и отправляешь его. Плюс пишешь несколько каких-то персональных писем в заявку о себе, что ты вообще из себя представляешь. Пытаешься как-то показать себя как максимально разностороннего человека, раскрыть себя, раскрыть свои увлечения. Одним словом, показать, почему именно ты, Олег Андреенко, можешь быть какому-нибудь из вузов интересным. Ну и плюс ты отвечаешь на несколько вопросов, которые они тебе сами ставят. Ты отправил в несколько вузов, правильно? Да, да. Получил предложение от Еле первым, были еще от других? Были предложения еще от британских вузов, но я знал, что я хочу учиться именно в Америке за счет того, что здесь максимально гибкая, так называемая, liberal-art-система. Я могу изучать не просто какое-то конкретное направление, условную экономику, а комбинировать курсы так, как я хочу, и брать то, что мне действительно интересно. То есть максимальная степень индивидуального какого-то плана. Сколько стоит здесь обучение? Насколько мне известно, в Еле со всеми с meal plan, с tuition, с woman board, то есть, одним словом, ты платишь не только за... Ну еще за питание. Ну еще за питание, за комнату, за общежитие, медицинская страховка, все это накапливается. Кажется, что 80 тысяч в год, но у Еле есть одно очень весомое преимущество перед другими американскими вузами. Даже на Википедии, по-моему, если забить, выдает, что после стипендии средняя стоимость обучения 17,5 тысяч долларов, что для среднестатистического американца более чем подъемно. Возможно, подъемно и для какой-то части наших русскоязычных граждан, но я здесь учусь на полной стипендии от Еле. То есть у тебя все бесплатно? Мне еще доплачивают. Как... Hold on, подожди. Ему еще доплачивают. Сколько? Ему еще доплачивают. Полторы тысячи долларов в семестр. Это немного, но как факт приятно. Почему? Почему тебе доплачивают? Это не какая-то merit-based стипендия. То есть это не потому, что я такой-сякой крутой, взял кучу олимпиад и, не знаю, там, создал что-нибудь свое, и вообще первый лауреат на получение Нобелевской премии, там, не знаю, в 25. Это все не так работает. Ель, Гарвард и Принстон работают по системе Need Blind Admission. Это значит, что ты сначала поступаешь, они говорят, что они тебя берут, а потом они тебя спрашивают, слушай, тебе вообще-то стипендия и какая-то финансовая помощь нужна. Ты отправляешь все документы, показываешь доход своей семьи, показываешь, как бы, какие активы у тебя есть наличие, и они уже на основании всего этого высчитывают, какую стипендию они тебе дадут. Ну, чтобы у вас не оставалось ощущение, что в Еле учатся только студенты из России и Украины, мы решили поговорить со студентом-американцем, который, впрочем, все равно говорит по-русски. А откуда русский, Элавис? Ну, привет всем. Когда я был маленький в моей детстве, у меня была русская говорящая няня, и она только говорила по-русски со мной, и оттого я учил понять по-русски. Я недавно начал сам говорить по-русски, практиковать, улучшить мой русский язык. Я пока лучше понимаю, чем говорю, как видите сейчас. Я знаю, что зрители, ну, для зрителей лучше, если я мог лучше говорить по-русски, но пока, пожалуйста, потому что это такой серьезный топек, я буду отвечать на ваши вопросы на английском языке. На самом деле отличный русский язык, очень хороший. Спасибо няне. То есть эта няня, это не курсы какие-то, не школа специальная? Нет, да, не школа. Она была с нами 14 лет, потому что у меня был младший брат. У меня есть младший брат, и значит, она была с нашей семьей очень долго. Очень много говорила по-русски с нами, и да, оттого понимаю. А здесь в Йеле вы учите русский, продолжаете учить или чем? Я бы хотел, но я начал учить китайский в высшей школе, и я продолжаю учить китайский здесь. Как вы думаете, куда мы сейчас заходим? Вот Илья предположил, что это что? Я предположил, это хорошая чешская пивная так по антурам. Неправда, он сказал BDSM-клуб сначала, не знаю почему. Я слов таких не знаю, Стас, какой-то... На самом деле это студенческое общежитие, ну то есть кампус. Здесь живут студенты Йеля. Значит просто роскошнейшая дверь деревянная с решетками. И тут какие-то крюки, можно повесить кого-то за рюкзак. Предание старины глубокой. Да. Пойдемте. А здесь ощущение, что ты заходишь в средневековый замок. А где живут студенты, получается? Ну то есть здесь везде живут студенты. Это тоже было в прошлом веке построено, да? То есть это все новое? В 30-е годы. В 30-е годы. В 33-е год это считается первый колледж. В 33-е год. Но выглядит, да, как бы действительно какой-то средневековый замок с такими вот этими окошками. Ровно так американцы создают собственную историю, кстати. Потому что лет через тысячу, я думаю, никто уже не будет спрашивать, в 33-м году это построено или в 833-м. Вот скажи, вот честно, тебе бы хотелось на какое-то время вернуться и поучиться? Сюда? Ты где учился? Я учился в Московском архитектурном институте. Архитектурном, да. Но смотри, поскольку в то время, когда я учился, позиции русской провоциалованной церкви были не так сильны, как сейчас. У нас кафедра скульптуры, кафедра живописи, они находились в монастыре рождественском. Поэтому там антураж был не хуже, ну, может быть, не так богатый, но зато пахло стариной. И лепил я голых женщин непосредственно в трапезной монастыре. Сейчас, конечно, все отжали. В этом смысле я завидую и, конечно, Илье, и ребятам, потому что учась в институте, который назывался самым престижным институтом Советского Союза, МГИМО, мне приходилось писать какие-то вещи на партах, ну, не мне, а, окей, мне тоже, вот, а не в стенах монастыря, как это делал, значит, Илья. Да, у нас все было, знаешь, богато тоже, сейчас уже не то, понятно, потому что попы забрали у студентов их помещение, но... После этого, если ты не знаешь, Московский институт чуть не лишили аттестации, но они выкрутились и заказали молебен, чтобы их не лишали аттестации. Сколько человек живет по каждой комнате или как все распределено? Квартиру, комната? Комната, наверное, слушай, очень сильно зависит. Я бы сказал, что мы живем как бы такого, это называется суиты. Номера, номера. Нет, не совсем, это не то чтобы отель, это как бы квартира, где у вас есть один туалет, одна ванная, одна какая-то гостиная, и вот условно там 3-4 комнаты, где вы сами живете. То есть у тебя есть своя комната, плюс какое-то место, которое ты делишь там с четырьмя-пятью, наверное, людьми, которые живут с тобой. Ты бы так не смог. Не, мне очень нравится архитектура и вот эта вот какая-то деталировка витражи, двери, фонарик. Вот у нас тут ход, тут какой-то шлем, тут совенок, тут красивый фонарик. А почему, кстати, буква L, там буква K, там наверняка есть буква I, J. Да. Да, почему? Это подъезды, то есть A, B, C, D и L. Ну, то есть это не обозначение какой-то специальной группы, которая живет? Нет, это исключительно подъезды. Нет, L у нас обозначает library, это все. L – это library. Да. То есть здесь library. Это второй вход в библиотеку, потому что еще там. Да, у каждого колледжа есть еще своя маленькая библиотека, она работает 24 часа. Довольно так случится. Пока все убежали, мы, помимо всего прочего, будем еще здесь обращать внимание на архитектуру и на красивые ворота. Мы смотрим красивые ворота, между прочим, ворота медные. То есть если у университета настанут голодные времена, то можно их сдать в лоб. А здесь лягушки, какие-то змеи, в общем, красота неописуемая. Здесь вот фонарик, смотри, милый, милый фонарик. В общем, наверное, можно его как-то открыть. Угу. Я не буду, но вообще он открывается. Вот, в общем, потрясающие детали, вот везде здесь идешь. И многие из этих зданий, которые выглядят как будто им там много-много веков, а построены они были сто лет назад. Просто хотел еще раз обратить внимание на архитектуру Ельского университета. Это что-то невероятно потрясающее, потому что в таком готическом стиле гигантский комплекс с невероятным вниманием и деталем. Какое-то огромное количество декора, окошки, водосточные трубы, какие-то витражи, сады. В общем, все так сделано, что ходишь, любуешься. И тебе кажется, что ты действительно ходишь по какому-то очень дорогому, богатому средневековому замку. И если кто-то вот бы мне сказал, что Илья, это было построено меньше, чем сто лет назад, я бы не поверил. Я много видел различных там новоделов, попыток сделать что-то там в каком-то стиле, по старину. И обычно все эти попытки, они обречены на провал, но у Еля не просто получилось, а у них получилось просто что-то невероятное, фантастическое. Огромное удовольствие ходить и рассматривать все эти детальки. Еле успели надеть петличку, потому что у нас пошла история про традиции, которые не политические диспуты, а нечто более интересное. Чем вы обычно занимаетесь в Еле? Да, расскажу. Ну, я думаю, что если сказать, что бегаем голыми перед экзаменами, это не будет. Спасибо. Мы смотрим на бегающих голых людей, мы сами не бегаем, мы просто смотрим. Пока что. Стоп, подождите, а в чем смысл? Что за бегающие голые люди? Ну, у нас есть традиции перед экзаменами, у нас экзамены каждые полгода. И вот последний день перед началом экзаменов у нас есть в библиотеке, в которой мы были, стерлинг, вот главный, сколько там, метров пятьдесят, по-моему, naked run, то есть люди, по-моему, пять минут на это выделяются, они просто очень быстро, они раздеваются и спринтуют голыми. Ну, как голые, кто-то там минимальное количество одежды оставляют, но большинство голыми пробегают и выбегают на улицу. А это помогает сдать экзамен? Кроме, что да. Снять стресс, наверное. Так, а почему вы не принимали участие в этом замечательном мероприятии? Слушай, я не знал, в прошлом году я ушел за пять минут из библиотеки до того, как это началось. В этом посмотрим. Так, а ты? Да, мне смотреть больше нравится. Понятно, но самое главное, что вот еще одной традиции больше, теперь в России будет, потому что я считаю, что нужно заимствовать положительный опыт. Правильно? А мы со Стасом, как хранители традиционных ценностей и скреп, обсудим потом, где граница между свободой и вседозволенностью. Потому что в России, понимаешь, был случай, когда на 1 сентября, или когда на каком-то выпускномке студенты что-то танцевали, и у нас каждый раз... В Владивостоке, под Satisfact. Да, да, у нас каждый раз... А как раз Олег же родился в Владивостоке. У нас всех дико начинают этих мракобесов бомбить, они просто как черти на сковороде начинают там крутиться, и, в общем, всем грустно, плохо, как кто-то смеет себе позволять какие-то нескрепные поведения. Если говорим, кстати, вот только что вспомнил, с утра увидел в столовой, газеты раздавали. У Еля и вообще, наверное, у всех колледжей Лиги Плеща достаточно специфический юмор, где границы дозволенного, скажем так, как с каждым годом отодвигаются все дальше и дальше и дальше и дальше. Пример. Да я дам вам газету сейчас, почитайте. Самое безобидное и, наверное, самое классное, самое масштабное, что они сделали, было в 2003 году. У нас каждый год проходит так называемый The Game. Это соревнование по американскому футболу между Елем и Гарвардом. Гарвард, кстати, отвратительный университет. Так вам скажет любой человек, который учится в Еле. Я думаю, что в Гарварде скажут обратное, но не суть. В общем, исторически у нас такое полумиметичное, полумиметичное, полу не знаю даже откуда сложившееся противостояние идет. Так вот, в 2003 году студенты Еля выкрали из раздевалки Гарварда форму гарвардских спортсменов. Дело происходило в Бостоне, то есть Гарвард был принимающей стороной. Вышли на стадион, начали встречать приходящих аламни, приходящих выпускников Гарварда и раздавать им таблички красного и белого цвета, ну цвета Гарварда. Им было сказано, что вот в назначенный момент там, значит, кто-то махнет рукой, они должны поднять таблички, и сложится огромный герб Гарварда прямо во время игры. Ну, конечно же, махнули рукой, и господа там финансисты, банкири, кто угодно, в общем, уважаемые выпускники, там конгрессмены, бывшие ученики Гарварда поднимают гордо таблички с надписью Высак. На самом деле, есть же знаменитая совершенно на эту тему шутка, я не знаю, где ее кто придумал, но рассказывали мне ее не студенты, не выпускники Еля, о том, что выпускники Гарварда правят миром, а выпускники Еля говорят им, что делать. Бег голышом — это не единственная интересная традиция Еля. Вот это вот здание на заднем плане — это кузница американского политэстаблишмента. Помимо кучи политических партий и Ельского политического союза, в Еле есть также так называемый Secret Society — буквально секретное сообщество. Вообще их достаточно много, но есть 8 наиболее старых и наиболее уважаемых, которые называются Landed Secret Societies. Почему они Landed? Да потому что у них буквально есть место, где они собираются. Вот это вот Secret Society называется Skull and Bones — череп и кости. А здание, в котором они собираются, называется буквально The Tomb — гробница. В Skull and Bones очень тяжело попасть. Про него ходят легенды на кампусе. В Skull and Bones, если мне не изменяет память, был Буш, Альгор и много-много-много других знаковых фигур для американской политики. Никто не знает, что происходит внутри, настолько высокий градус секретности. Но, да, вот оно стоит посреди бела дня, прямо напротив здания других колледжей Еля. Некоторые студенты тайным обществом на территории университета предпочитают отдельное жилье. Ну, собственно говоря, смотри, помимо dorms, то есть общежития или там кампусы, где живут студенты на территории университета, студенты снимают часто комнаты, ну, короче, как везде. Вот, собственно, в этом доме живет компания из восьми человек, в том числе Саша и Габриэл. Привет. 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 Как вы здесь оказались? В этом доме? Мы бежали от ковидных запретов в двадцатом году. Откуда? От ковидных запретов. А, мы жили, ну, вот в обычных дормах. На территории университета? Да, да, да. И вы променяли вот это замечательное пространство, атмосферу старины глубокой на достаточно современный дом в Нью-Хэвене, который, говорят, еще тут преступность, да, Саша? Да, да. Это обычно для студентов на третьем или на четвертом курсе. Бонус то, что ты можешь выбирать, с кем ты живешь, а на кампусе там часто, ну, выбор достаточно лимитированный, с кем поселить, с кем поселить. Тут можно жить хоть три человека, хоть пять, хоть восемь, то есть в зависимости от вообще… То есть вы просто сняли дом? Да, да. То есть вы выбрали друг друга и потом вместе с друзьями приехали сюда? Да, договорились. Я жила еще в другой квартире на Истроке, это такой район, я не знаю, если вы там были, это считается такой вот хороший район благополучный, где в основном живут град-студенты, то есть студенты респиратуры, магистратуры. Вообще студенты многие переезжают как бы офф-кампус, ну, то есть начинают снимать квартиры, потому что она просто дешевле, потому что если ты живешь на кампусе, то у тебя ты автоматически должен платить вообще за всю еду, то есть за вот эти, за кафетерии, а тут как бы ты сам можешь ходить в супермаркет. И сколько вы платите за этот дом? За эти несколько квартир? То есть за восемь человек в сумме сколько платят? Шесть тысяч. Шесть тысяч. То есть комната получается где-то девятьсот тысяч в месяц. На человека? Вот так, да. Даже меньше получается если на... Ну, да, да. Окей, пошли. Можно посмотреть? Да, да, конечно. Опа, вот она студенческая жизнь и ностальгия. Так, это у нас первый этаж. На первом этаже комнат жилых нету, то есть спали нету. Такая общая зона. Слушай, а у вас у всех велосипеды? Просто интересно. Мой украли. Был, но его украли. Здесь воруют велосипеды? Да. У меня сначала украли как-то седло, ну, как сиденье от велосипеда. Потом украли сам велосипед. Да, нет. А на улицу вообще ничего оставлять нельзя. А у Гебрала вот машину угоняли тоже. Да, прошло. И врывались к нам в дом. Врывались, подожди, врывались к нам в дом? Это как? Да, то есть мы просыпаемся утром, смотрим, что-то замок как-то хлябает. Так. Потом смотрим. А, Гебрала не может найти свой кошелек. Потом и пуховик не может найти. Потом PlayStation. Поняли, что все вот это пропало за одну ночь. И как бы ну... То есть пока вы спали, вы не видели грабителя? То есть ночь кто-то вошел в дом и вынес? Да, да, да. Вау. Слушайте, тяжелая студенческая жизнь в деле. Очень тяжелая. А и как дальше? И что происходит дальше после этого? Нашли грабителя? Ну, тогда полиция работает так, что его нашли, его поймали с кошельком Гебриэла, и на нем были другие какие-то вот кошельки или что-то, что наворовало других людей. Ну, потому что нет конкретных вот, ну, как сказать... Эвиденции. Нет информации... Нет информации, да. Нет информации, да. Нет информации о том, что он конкретно... То есть нет никаких доказательств, что он ворвался в этот дом. Да, да, да. А они говорят, ну, мы не будем досматривать его жилище. То есть полиция не хочет работать? Нет, они очень боятся вот после тех протестов, которые были в 20-м году. Да. И сейчас вот эти все идут студенческие протесты, до сих пор defund the police. А студенты хотят, чтобы полицию урезали бюджет? Да, да, да. Не все. Ну, мы не хотим, мы наоборот. Ну, то есть с одной стороны вот мы шли и ребята жалуются, что раньше было опасно, была преступность, что раньше было опасно с одного конца, с другого ходить. Ну, и сейчас есть. Сейчас есть преступность, сейчас опасно и студенты, тем не менее, некоторые требуют убрать полицию. Ну, не убрать, а не убрать совсем. Ну, это левое настроение, да. А обозначает сократить полицию и финансировать. И опять же полиция боится что-то сделать, то есть как-то кого-то не так арестовать, какой-то, ну, очень боится чрезмерное какое-то давление оказывать вообще на преступников. То есть они стараются очень так аккуратно всех арестовывать. Ну, вы себя ощущаете при этом как? То есть спокойно, неспокойно, вы хотите уехать, не хотите? Ну, это город для студентов, то есть если ты тут не студент и не профессор, то тут, в принципе, ну, нечего делать. Поясню вопрос, просто, опять же, нас же будут смотреть миллионы человек в России, да, и когда миллион человек в России слышат, то есть полиция не работает, мы звучим, конечно, немножко как Russia Today или какой-то Кремлевский канал, да, который пытается найти проблему в Америке. Поэтому вопрос, так полиция работает или не работает? И вы как себя ощущаете? Безопасность или прямо хотеть поскорее уехать? Ну, мне кажется, криминальность, я не знаю, насколько она связана с тем, насколько полиция хорошо работает или же вообще какое, ну, вот как бы сказать, насколько развита как бы бедность в городе, ну, насколько высока бедность и преступность в городе. То есть я одна ночью стараюсь вообще не ходить. У нас были тоже случаи, когда друзья, вот там мальчик с девочкой шли ночью домой, час-два, и как бы, ну, по одной из этих улиц, к ним какой-то подошел человек с ножом, потрепывал кошелек. Это произошло. Это когда было? Четыре дня назад. Четыре месяца назад. Слушайте, классно, когда дни и месяцы смешиваются в голове. Это классно, это значит жизнь очень насыщенная. Куда мы приехали? Это ель. Молодежь со всего мира ездит в США не только учиться, но и работать. Вот так вот идешь, идешь в магазине в городках Камден, ищешь что-нибудь на ужин, и вдруг тебе говорят, вот это или как, да? А какими судьбами? По программе Work and Travel ехала. По программе Work and Travel? Здрасте. Вот так вот. Здрасте. Вероника из Молдавии. Да вы что, а я пью молдавское вино, еду. Приехали в июле, будем здесь до ноября. А приехали, то есть вас много? Ну, я с друзьями. И вы все по этой программе приехали? А потом обратно? Потом обратно. Сейчас работаем, отдыхаем, потом хотим немножко путешествовать, потому что здесь будем работать где-то, да. А почему именно здесь оказались? Мои друзья были в прошлом году, им понравилось. Именно в Мэне? Да, именно в Камдене были, именно на этой работе. Вот прямо здесь, да? А вы первый раз здесь? Нет. Первый раз в Америке? Нет. Интересно, вот вы из Молдовы приехали, первый раз в Америку. Что больше всего шокировало? Я была первый раз в банке, там люди сели рядом со мной, спрашивали, разговаривали. Это было для меня шоком. У нас так не принято. У нас тоже жестокие люди. Жестокие? Жестокие? В Молдове жестокие люди? Нет. Не то что жестокие, не такие дружелюбные. Не такие дружелюбные, окей. А здесь сразу прям приняли подобное или что? Именно, да, люди понравились. Что еще? А что мне понравилось? Давай, давай, давай. Интересно, интересно. Мы нашли человека, который нам сейчас расскажет всю правду про Америку. Да нет. Я еще немного увидела футбосты, не понравились свидания. Как вам местные цены? Нормальные. А если не секрет, просто интересно. Вот по программе Work and Travel, да? Сколько здесь удается зарабатывать? Если много работаешь, то много зарабатываешь. Ну как много? Сколько в час? 13-17, где-то так. 13-17 долларов в час? Мы живем там, где у моих друзей другая работа. Они работают в Айпелле. И там они работают. У них есть дом, рядышком. Ну круто, а куда дальше собираетесь? Хотим в Уашингтон и в Нью-Йорке. Ну, я думаю, что в Нью-Йорке далеко не все понравится после Кэмдена. Ну да, друзья тоже были, сказали, что не так уж. Все прекрасно. Оставайтесь здесь. А вообще в Америке бы остались жить? Ну, если легально, да. Если нелегально, то нет. Если сейчас тебе скажу, да? Логично. Слушай, ну спасибо, мы пойдем еще что-нибудь тогда возьмем на ужин здесь. Раз такое замечательное место. Хорошо. Мерси. В будущем людям предстоит решать еще и расовые вопросы. Америка много раз сталкивалась с этими проблемами, вспомнить хотя бы Black Lives Matter. Но иначе и быть не могло, ведь США — это настоящий плавильный котел рас и национальностей. Заметить это можно просто заехав в отель. Можно задать вам один вопрос? Кажется, я видел вас из окна, а потом мы увидели вот эту фотографию. И я хотел спросить, откуда вы родом? Я родилась в Китае, но потом меня удочерили. Это моя средняя сестра из Гватемалы, а это младшая сестра, она тоже из Китая. А это наша преподавательница по фортепьяно. Это одна из самых интересных черт Америки. Тут смешиваются разные нации, и вместе они хранят как свои собственные традиции, так и общую американскую историю. Знаете, это то, в чем мы вам на самом деле завидуем. Потому что у нас нет такой традиции в России, в Украине и вообще в Восточной Европе. У нас пока люди не так часто усыновляют детей. Это большая проблема, ведь есть люди, которые хотят детей, но нет какой-то системы, такой, какая есть здесь. Прекрасно. Расскажите нам немного о вашем доме. Он был построен в 1802 году, а старейший дом в Камдене, который мы знаем, был построен в 1799 году. То есть наш дом – один из самых старых в городе. Это северная гостиная, и вот эта лепнина под потолком. Оконные рамы, дверные арки и плентуса – все это осталось как было с момента постройки. А еще вот этот камин, он тоже не менялся. Это металл и расписанное с обратной стороны стекло. Очень необычно. А расскажите про картины. Мой муж Питер, который сейчас в отъезде, сам родом из Техаса. Так вот, эти поля синих люпинов в Техасе. В штате Мэн у нас нет кактусов. А на этой картине изображена коренная жительница Гватемалы. Она плетет на традиционном поясном ткацком станке. Если посмотрите поближе, вы увидите, что один конец станка прикреплен к ее поясу, а другой – к дереву. Так что она может ткать, насколько хватает длины ее рук. У нас есть гобелены, выполненные на таком станке, и там видны места, где их соединили, чтобы получилось большое полотно. А кто написал все эти картины? Эту написал художник Брайан Джонсон. Вообще он американец, но мы купили эту работу в Гватемале, он сам много лет там жил. Вообще это отель, верно? Это мини-гостиница, типа Bed & Breakfast, очень отличается от отеля. А чем? У нас всего 8 номеров, мы с мужем сами всем управляем. У нас очень личное отношение к этому делу. Мы знакомимся с нашими гостями, проводим с ними время. На самом деле я как раз готовила завтрак для гостей. Вы сами готовили для гостей? Да, как раз когда вы постучали к нам, я была на кухне, готовила завтрак. А что вы имеете в виду, когда говорите, что у вас была другая жизнь? Мы с мужем юристы. И мы работали по специальности. Я работала юристом 16 лет. А потом ушла, чтобы быть дома с тремя нашими дочерьми, а Питер работал больше 30 лет. У нас есть фортепиано Stainway, сделанное в 1923 году. В 1923? Да. То есть ему 100 лет? Да, его полностью отреставрировали, и оно невероятно звучит. Наши дочки на нем играют, и мы разрешаем гостям играть, если они владеют инструментом. На этой скамейке можно регулировать высоту. У нас часто останавливаются музыканты и играют здесь. Это великолепно, потому что музыка разносится по всему дому. А вы играете? Нет. А ты? Я давно не играла, потому что была в колледже. Она очень хорошо играет. Я давно не играла, к сожалению. А это южная гостиная. Посмотрите на полы, они не менялись с момента постройки. А это было, как вы помните, в 1802 году. А балки пола, которые можно увидеть, если спуститься вниз, их делали так. Срубили деревья, выровняли бревна с одной стороны и использовали их. А на второй стороне так и осталась кора на тех балках, которые держат пол. А фундамент у дома каменный. Они просто выкопали камни и сделали из них фундамент для этого дома. Это комната отдыха. Просто уютная комната, где можно расслабиться. Каждый раз с трудом убираю свой телефон, чтобы все не снимать. Говорю себе, но мы же и так с камерой. У нас тут везде книги, везде искусство. У нас очень красивый сад, но сейчас темно и вы его не увидите. А это художник из Грузии. Очень красиво. Невероятно потрясающе красиво. Мало кому удается совмещать возможность покупать дорогие вещи и умение сделать так, чтобы дом с ними не выглядел уродливо. А у вас так красиво, вы так красиво все обставили. Спасибо, спасибо. Все очень органично. Спасибо. А это столовая. Какой стол? Да, как на ферме. Пол в этой комнате не меняли с момента постройки. Изначально здесь была кухня. Прямо за вами стояла печь, там они готовили. Еще одна интересная деталь – это была задняя стена дома. То есть ту комнату вы добавили сами? Не мы. Ее добавили в 1860 году. Изначально это был двухэтажный дом. В 1860-м они достроили третий этаж, полностью поменяли архитектуру дома. Они добавили вот эту двухэтажную пристройку и перенесли туда кухню. То есть дом соединили с каретным сараем, который переходил в амбар. У меня вопрос. Если вы захотите что-то поменять в доме, например, перекрасить его в другой цвет, в зеленый скажем, вам надо будет получать какое-то специальное разрешение от государства или от соседей? Нет, здесь нам не требуется никакое разрешение. То есть можете делать с домом все, что захотите? В пределах разумного, да. Можно покрасить его в розовый? Что касается цвета, не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы. Но если бы мы делали что-то, что полностью меняет внешний облик дома… Например, если бы вы добавили еще один этаж. Или два этажа. Да, для этого нам бы точно понадобилось разрешение. Есть местные правила, по которым дом уже не будет считаться историческим зданием, если мы сильно его изменили. А сейчас считается? Да. Вот это такой формат отеля, когда здесь, ну они говорят bed and breakfast, то есть тебе дают комнату. Обычно такой большой дом исторический, который превратили в отель. Но здесь всегда особая атмосфера, потому что в отличие от сетевых отелей, таких бездушных, все сделают по стандарту, здесь настоящая домашняя атмосфера. И мы здесь встретили хозяйку, которая, когда мы сюда зашли, она готовила завтрак на завтра. Здесь люди все собираются с утра на этот завтрак, они общаются. Здесь вот та самая такая домашняя атмосфера и очень уютный дом. Сделать жизнь молодежи еще лучше стремятся еще одни выходцы из России, братья Либерманы. Когда-то они сами стали успешными стартаперами, а теперь разрабатывают проект, который позволит богатым людям инвестировать в будущее талантливой молодежи. Конечно, чтобы получать затем прибыль. Это не обязательно может быть оценка индивидуальная. Это может быть оценка, например, все студенты Stanford до 2022 года. На самом деле, статистически можно себе представить, что кто-то из них будет получать очень большое богатство, кто-то получит меньше, кто-то будет не очень успешен. Но на момент сейчас можно достаточно уверенно предсказать, как это будущее будет выглядеть. И дав такую оценку, можно, соответственно, инвестировать во всех этих молодых людей и дать им возможность, соответственно, прийти к более успешному своему будущему. На самом деле, мы не первые, кто с этим экспериментирует. Есть очень интересные эксперименты, когда один из фондов инвестировал в 70 студентов-атлетов в Соединенных Штатах. Каждый из них этот фонд оценил в 10 миллионов долларов их потенциал будущего. Просто flat rate. И предложил им купить 5-10% их будущего финансового дохода. И, соответственно, за пол-миллион долларов. И 70 студентов согласились. 3-4 года спустя была некоторая кривая, есть некоторая кривая. Когда самому успешному из них уже предложили контракт на 350 миллионов долларов в высшей лиге в спортивной команде в США. И эта кривая вниз спускается до тех студентов, которые в итоге не получили никакой карьеры в спорте. И просто, условно, пошли работать на обычную работу, закончив колледж. Но для самого хедж-фонда эта инвестиция оказалась абсолютно оправданной. А для студентов есть интервью, например, этого студента, который 350 миллионов в контракт получил. Для него отдать вот эти 10%, то есть 35 миллионов из этих 350 контрактов, он говорит, это было лучшее решение в моей жизни. Потому что, на самом деле, я получил этот самый миллион, который позволил мне закончить нормальный колледж, не впасть ни в какие проблемы. Поддержать семью и так далее. Дальше вопрос в том, что если условно засеивать капитал в гораздо большее количество людей, давая больше возможностей и больше потенциала большему объему молодых людей, то с большой вероятностью рынок вырастет и станет как бы... Общее богатство страны вырастет, общее богатство планеты вырастет. Да, это видно на венчурных инвестициях, что там с ростом количества венчурных инвестиций... Не сокращается на всех понемножку, а наоборот весь рынок только увеличивается и увеличивается. То есть, если условно 10 лет назад на 100 компаний... Одна миллиардная компания проходилась на 100 компаний, получивших инвестиции от фондов венчурных, то сейчас это 2%. То есть, как бы, от их объема... Резко увеличился объем и количество. От их объема, на самом деле, рынок только увеличился, потому что появляется множество зависимостей. Рынок может оптимизироваться. Рынок оптимизируется. Новые продукты позволяют другим людям создавать другие продукты, которые до этого были невозможны и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, весь вопрос только в том, каким образом убедить, гарантировать, построить механизм взаимодействия между молодыми людьми и инвесторами и обладателем капитала, кто сегодня в основном это люди старше 50-ти условно. Какой контракт между ними должен быть создан... Чтобы обе стороны... Чтобы обе стороны считали, что это выгодное взаимодействие. И чтобы они были... Оно будет, как бы... Оно будет... Оно не будет оспорено. Или, если даже будет оспорено, то, на самом деле, всем понятно, какой будет исход. Он будет, как бы, честным относительно всех сторон, если никто не нарушил условия договора. И что это безопасно для обоих сторон? Потому что очень большой вопрос. Здесь есть много даже таких антиутопических книг по этому поводу и так далее. Самая важная здесь тема, чтобы данная сделка никак не влияла на твою способность решать, что ты делаешь в жизни. Расскажите о своих успехах. Сколько процентов своего будущего вы продали и по какой оценке в итоге? Ну, вот в итоге последняя оценка была 400 миллионов. Мы продали на данный момент порядка трех процентов. Вот. И за это время... То есть вот мы создали вот эту компанию, которая представляет себя 30 лет нашего будущего. Наше все будущее. И за последний год эта компания создала активов на 180 миллионов долларов. Заработала чистой прибыли 14 миллионов долларов. То есть инвесторы все в целом очень довольны тем, что получилось. Инвесторы довольны, чтобы купили ваше будущее. Да. То есть первые инвесторы вообще купили по 200 миллионов оценки. А сейчас уже активов у этой компании на сумму, на которую они купили, все очень довольны. И для нас основной как раз момент в том, как это сделать доступным большим количеством людей. Как сделать это масштабируемым. Да. Как сделать так, чтобы не только нам это было доступно или не только таким, как мы это были доступны, а как это сделать так, чтобы... Это было доступным буквально всем в мире. Да. И для этого как раз самая большая роль здесь именно такое образование инвесторов, а также примеры хорошие. То есть вот для нас было очень важно, чтобы инвесторы, которые в нас инвестировали, заработали на этом. Потому что заработав на этом, они получат этот опыт и будут более счастливы инвестировать в других людей. В других людей. В таких же условиях. В других молодых людей также. И это какая-то наша сейчас большая миссия в том, чтобы сделать это... Этот механизм... Нормой. Нормой. К тому, что молодежь везде прогрессивна и стремится в будущее, мы привыкли. Сильнее удивляет то, что в Америке в будущее стремится даже церковь. От РПЦ такого точно не ждешь. Мы сейчас зашли в церковь и зашли сюда не просто так. Во-первых, эта церковь очень необычной архитектуры. Она похожа на какую-то раковину, внутри которой мы зашли. При этом внутри одно дерево сплошное. Да. И про архитектуру каких-то культовых сооружений я много рассказывал. В России это небольшая проблема. Потому что если мы говорим про русскую православную церковь, она весьма консервативна. И они как-то не спешат отходить от традиций. Если мы говорим про церковь католическую и протестантскую, то у них с этим попроще. Они стараются быть в ногу со временем. Поэтому мы можем увидеть религиозные объекты, такой весьма необычной формы, причудливой, которые сами по себе становятся памятниками архитектуры и удивляют своей архитектурой, своими конструкциями. Но зашли мы еще не только поэтому. Потому что перед входом в эту церковь было написано, что all welcome, то есть добро пожаловать всем. И радужный такой кленовый листок. Ну понятно, что это all welcome обращено, что нам все равно какая у вас там сексуальная ориентация, раса, пол, пожалуйста, идите к нам. Опять же, это немножко необычно для России, если мы говорим про религию. Дело в том, что церковь это называется United Church, то есть объединенная церковь. Поэтому здесь добро пожаловать представителям самых разных религиозных конфессий. То есть вне зависимости, православный ты, католик, протестант или индуист на самом деле, да, ты можешь сюда зайти, сесть и возрадоваться. Потому что вот видите, на заднем плане солнышко и слово joy, которое в представлении, в первую очередь, конечно же протестантов, это едва ли не настолько же важное слово, как слово любовь. Потому что ради чего еще в этом мире? Ради любви и радости. И поэтому как раз вы можете увидеть часто протестантских проповедников, которые такие, на первый взгляд, экзальтированные, не только на первый, а которые веселые, которые преисполнены радости. Кто-то может подумать, что они чего-то употребили. А на самом деле просто они культивируют в себе понимание Бога, как воплощение радости. Так что это все про радость. Поэтому радужный флаг. Почему нет? Ну, по поводу всех религий, где все-таки стоит крест, поэтому, видимо, все-таки имеются христианские течения. Нет, сама церковь, естественно, она христианская, объединенная церковь христианская. Но смысл в том, что сюда совершенно спокойно может зайти, на самом деле так же, как и в индуистский храм, может зайти христианин, если он тихо соблюдает законы и так далее. Но вот, конечно, вот эта кафедра, она просто сама по себе потрясающая. Ты вот много где путешествовал, ты видел где-нибудь? Нет, слушай, я очень много снимал в разных церквях, и действительно, они бывают иногда удивительными. Вот на этой возвышенной ноте и будем завершать наш цикл. Ну что, друзья, наше путешествие подошло к концу. Надеюсь, вам было интересно. Мы постарались показать вам настоящую Америку, чтобы вы ее прочувствовали, поняли. Я не знаю, насколько вы поняли или прочувствовали настоящую Америку, но я, например, стал лучше понимать Илью и стал лучше понимать те опасения, которые есть и у русских, и, как ни странно, у американцев в отношении не только Америки или России, а в отношении вообще будущего мира. Потому что нравится нам это, не нравится, но Америка это одна из тех стран, которая тренд-сеттер, в которой происходит то, что потом будет происходить во всем мире. Поскольку мы живем сегодня в мире, где соцсети, они принимают решения за нас, как мы это уже немножечко выяснили, мы вынуждены теперь заигрывать, заигрывать не только с нашей любимой аудиторией, но и заигрывать еще с соцсетями. Поэтому, несмотря ни на что, извини, я все-таки должен сказать, несмотря ни на что, я сохраняю идеалистическую, по мнению Ильи, наверное, веру в человечество, в каждого из нас с вами. Я в собственно считаю, что какими бы сильными ни были соцсети, Google, Facebook, интернет, все что угодно, решение все равно принимает каждый отдельно взятый человек. Я надеюсь, что внутренне свободных людей и в России, и в Америке, и во всем мире станет больше. И никто с ними ничего сделать не сможет. Но наши соцсети мы, конечно, все равно прорекламируем. Да, поэтому, друзья, в описании к этому ролику будут ссылочки на соцсети Станислава. Он в основном начал писать по-английски. Я знаю, некоторые подписаны его соцсети, чтобы попрактиковать английский. Поэтому подписывайтесь, следите за тем, что происходит в Америке. Все ссылочки будут в описании. Не забудьте подписаться на мой канал, если вдруг вы сюда попали без подписочки, и здесь будет еще много классного контента. Мы, думаю, еще с тобой по Америке. Илья большой молодец. Сделаем много интересного контента. Я ему это говорил каждый день, и хочу, чтобы вы все знали, что мне кажется, что Илья делает для того, чтобы вы знали правду о мире, вот настоящую неприкрытую правду, намного больше, чем огромное количество журналистов-международников всех времен вместе взятых. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит. Нет, нет, это правда. Ты меня не хвалил. Мы знаете сколько мы... В общем, ладно, нет. Все, это уже за кадром. Спасибо. 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 Спасибо.